Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга, так что оставайтесь дома, дома лучше всего. Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля 2020 года. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на утро 29 апреля превысило 99 400 человек, за сутки оно выросло на 5841 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли более 975 человек, за последние сутки умерло 105 человек. Выздоровевших за сутки в России достигло 10 286 человек. Президент Владимир Путин продлил период нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Он также поручил разработать план постепенной отмены ограничений режима самоизоляции с 12 мая. Вечером 29 апреля московский оперштаб сообщил, что в столице за сутки умерло 67 человек. Это рекорд с начала эпидемии. Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 546 человек. Пятая часть всех медицинских работников уже имеют иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такие выводы были сделаны после начала исследования иммунитета у медицинских работников в Москве, число обследованных отечественной тест-системой составило более 3200 человек. Самым главным симптомом коронавирусной пневмонии, протекающей в тяжелой форме, является одышка, а не температура и кашель, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со времен прошлого кризиса во второй половине 2015 года. 37% финансовых директоров прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% – ожидают падения операционной прибыли. В прошлом году их доля составляла лишь 12,19% соответственно. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 3,116,000 человек, более 217,000 скончались. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило миллион человек. Испания находится на втором месте – 232,100 человек, Италия – на третьем – 201,500 человек, Франция – на четвертом – 169,000 человек, Великобритания – на пятом – 162,300 человек. Россия по числу заболевших вышла на восьмую строчку мирового рейтинга. Австрия вслед за Италией начинает смягчать карантинные меры. С 1 мая в стране будет отменен режим обязательной самоизоляции, хотя требования по социальному дистанциированию и ограничению массовых мероприятий останутся в силе. Во Франции получили первые положительные результаты клинических исследований по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавируса. Средства от ревматоидного артрита применили для борьбы с опасным симптомом COVID-19, гиперцейтокинемией, или цейтокиновым штормом. Это реакция иммунной системы, в результате которой в организме человека начинается разрушение тканей. Больная коронавирусом женщина благополучно родила в Эррияде здорового ребенка. Состояние женщины оценивается как хорошее, женщина идет на поправку. Однако врачи больницы были вынуждены принять защитные меры, чтобы самим не заразиться коронавирусом во время родов. Организаторы премии «Оскар» впервые решили допустить к участию в номинациях фильмы, вышедшие онлайн и не попавшие на большой экран. Новое правило перестанет действовать, когда закрытые из-за ограничений кинотеатры снова откроются. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан — от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан — от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей. Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга. Так что оставайтесь дома, дома лучше всего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова